здравствуйте дорогие друзья меня зовут Оля Нарыжная я стилист по прическам я немного приболела но думаю это не помешает мне заснять видео вот такая с утра еще не чесаная как раз с вами соберусь подготовлюсь к новому дню и так сегодня я хотела заснять изначально для вас видео о локонах на крупную плойку 33 миллиметра но полезла в свою сумку и оказывается я ее забыла в своей невесте придется с ней связаться вернуть свою плойку ну а сегодня тогда раз нет плойки то придется показать вам что-то другое и я решила что это будут пляжные локоны на себе потому что в принципе пляжные локоны я вам показывала раньше но это было очень давно и сейчас я немножечко по другому их кручу и тем более на себе я их не показывала хочу показать на себе чтобы вы понимали что возможно это сделать самой себе что это не сверхсложно если будете пробовать первый раз не получится бросить ладно следующий раз еще раз попробуйте уже понравится немножко потому что нас не получается а в третий раз уже сделайте полностью на себе и будете довольны ходить несколько дней но для этой укладки вам понадобится утюжок любой который у вас есть вот у меня я вообще поклонница гамма если вы заметили вот у меня обычный такой черненький у меня нет ничего особенного у меня утюжок и понадобится еще солевой спрей у меня сейчас вот такой черный осис солевой спрей но я заказала тиджи очень-очень его хвалят прям мне хочется его под тоже попробовать посмотреть чем же он отличается но пока пока не привезли буду пользоваться этим еще хотела с вами поделиться очень мне нравится такая расческа ее называют лопата как еще не знаю щетка она такая приятная так здорово расчесывать ее волосы прям нравится тэнгл тизер тоже крутая но почему-то это мне даже больше нравится причем есть точно такая же тоже диваль вот эта диваль но есть такая овальненькая вообще другая вот вроде бы ничем не отличается только формой а расчесывать этой гораздо приятнее и так причесала все волосы сразу скажу что для этой укладки так называемый серф называется да это укладка я не делаю прикорневого гофре я могу создать прикорневой объем с помощью начеса с помощью встряхивания потом и лаком подбрызгивания в корень но не делаю гофре потому что гофре не сочетается с этой текстурой ломаной ломаная текстура она более естественная такая вот как будто волосы сами завиваются четких локонов она не дает поэтому гофре не используем в этой укладке ну начинаем и так я отделю верхнюю часть пока уберу зажимы это я буду укладывать в самом конце остальные волосы делю слоями начиная снизу когда я работаю на себе конечно удобнее не сзади делать локоны а напополам перекидывать вперед и здесь уже с ними работать и так для пляжных локонов я отделяю небольшие прядочки и накручиваем захватывают корни и как будто начинаю вести обычный локон переворачивая и медленно протягиваю с переворота теперь в другую сторону резко переворачиваю утюжок и протягиваю в другую сторону торчащий кончик я оставляю еще на две части разделяю захватила медленно проворачиваю тяну вот потом быстро-быстро переворачиваю сам утюжок чтобы на одном месте не держать на волосах и протягиваю дальше еще чуть-чуть и торчащий кончик оставляю обязательно и и и и и и и и старайтесь локоны между собой чтобы не сливались крутить их в разном направлении то есть если первый я начинала по направлению внутрь к лицу то следующий например от лица и также между слоями и так первый слой я могу пройти с целевым спреем уже слегка подбрызнула и расправила первый слой готов и так слой за слоем отпускаю в следующий уровень выделяю и 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 Часть волос я уже накрутила. Сразу, когда вы только начинаете делать эту укладку, вам может показаться, что текстуры почти нет. Но в общей массе, слой за слоем, когда накладываются волосы, вы понимаете, что это как раз та самая укладка, которую вы и делаете, которую вы и хотели. Начиная от висков и выше, я имею ввиду все слои, я начинаю уже подчесывать от корня, чтобы добавить объем. Прикормлю волос. Подчесала. Лаком. Подфиксируем. Если вы проводите утюжком и текстуры нет, значит вы либо медленно тянете утюжок, вернее, либо слишком быстро тянете утюжок, либо слишком толстую прядь взяли. Вот так я определила пробор и закручиваю вот эти прядочки. Вообще верхние пряди лучше всего крутятся, поэтому не сильно не расстраивайтесь, если в нижних слоях у вас как-то не очень получилась эта накрутка. Главное, чтобы верхнюю потом красиво это все перекрыть. Итак, верхний слой я уже доделала с этой стороны, но пока еще не разбирала волкона. Пока оставлю, докручу эту сторону и потом вместе их пробрыгаю солью и расправлю. Всю челочную часть я буду направлять от лица вначале. Итак, весь верхний слой я покрываю солевым спреем, но не сильно, чтобы прям мокрые и не стали. И немного трясу пальцем, но не вот так, снизу вверх, а сверху вниз, растрясывая их. И теперь можно сделать вот так. Пробрызгать снизу лаком. И затем опять раскидываю на нужный мне пробор. Вот такая текстура получается. Я знаю, что после этого видео будет много сообщений, комментариев, что ой, да я с такой укладкой просыпаюсь каждое утро. Я могу сказать, что я вам очень завидую, если вы с такой укладкой просыпаетесь с утра. Потому что мне очень много времени нужно, чтобы ее сделать. И не считая ее ежедневно. Я думаю, что смело можно сделать эту укладку и надеть вечернее платье. Можно частично подсобрать волосы и наполовину оставить эту текстуру свободной. Дальше уже полет вашей фантазии. Можно заплести верхнюю часть косом. Косы на эту текстуру очень красивые получаются. Кстати говоря, вот можно сделать эту укладку. Походить один день, например, с распущенными волосами. А на следующий день уже заплести что-нибудь на оставшуюся текстуру. Вообще эта укладка долго держится, несколько дней. Но на следующий день, на второй день я уже предпочитаю либо собрать хвост, либо частично где-то заплести. Или вообще собрать пучок на эту текстуру. Очень классные укладки получаются тоже. Поэтому я постараюсь заснять видео. Еще и как собрать оставшиеся локоны на следующий день, которые останутся. В общем, вот такая я получилась. Укладка в стиле Веры Брежневой, в стиле подружка-серфера. Похожа ли я на Веру, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Потому что действительно она любит такие укладки. Часто мы ее видим на экранах с такой укладкой. Кстати, предчувствуя вопросы о солевом спреи, сразу хочу сказать, чтобы вы не пытались заменить солевой спрей лаком. Или наоборот. Это две абсолютно разные вещи. После солевого спрея волосы такие жесткие, как после моря становятся. Но у него нет фиксации. То есть сверху у него еще нужно лаком, но легким, чтобы волосы все-таки шевелились. И насчет, можно ли делать солевой спрей самим, смешать соль с водой, я не знаю. Будет ли то же самое. На ощупь, как после соли волосы. Но на вкус, я не пробовала соленая вода или нет. Я считаю, все-таки лучше купить средство, солевой спрей, и его наносить на волосы, чем экспериментировать и сильно засушивать себе волосы обычной соли. В общем, дальше вы знаете, что делать. Ставьте обязательно пальчик вверх или вниз на ваше усмотрение. Это в любом случае лучше, чем без различия. Пишите свои комментарии. Очень-очень радуюсь каждому комментарию. Пытаюсь отвечать вовремя. Задавайте свои вопросы. Ну, а я с вами прощаюсь. Пока!